У каждого из нас есть любимые сладости, любимые конфеты, зефир, мармелад и вафли. Но мало кто знает, как это делается. Сегодня я оказалась на кондитерской фабрике и проверю и узнаю, как делается глазированный зефир. Итак, святая святых, цех по производству глазированного зефира. Прямо сейчас узнаю, как же делаются эти маленькие красивые, но очень вкусные зефиры, как мы называем, в шоколаде. Обо всем расскажет мне главный технолог Елена, которая как раз-таки занимается своим делом. Лена, можно оторвать от работы? Добрый день. Девочка, что здесь происходит? Это начало самое или нет? Это не самое начало, а рот самое начало у нас там. Пойдемте. Лена, казалось бы, маленький, но очень вкусный зефир в шоколаде, как мы, обыватели, привыкли называть, да? Или глазированный зефир, правильно же? Да. А столько здесь всего и столько всех, я не знаю, как называется это все правильно? Расскажи, пожалуйста. Правильно называется производство зефира на автоматизированной линии. Точно механизированной. Почему начало именно здесь? Что здесь происходит? Потому что самое основное – это выбрать сырье, проверить его на все требования безопасности, на наличие сертификатов, деклараций, на наличие ветеринарных свидетельств. И потом уже подготовить сырье в производство и непосредственно изготавливать из него качественный продукт. И что здесь заготавливается непосредственно в самом начале начала? В зефир мы используем цитрусовый пектин, белок яичный, сухой, закупаемый у лучших мировых производителей, яблочное пюре местного производства. Специально для нас яблочное пюре перерабатывают из зеленых сортов яблок. Вот это да. Да. И два раза в неделю к нам поступает свежее сырье. Ага. И вот здесь вот этот процесс начинается, начинается, а потом плавненько переходим. Да, да, да. Потому что все сыпучие компоненты их необходимо просеять, а все жидкие компоненты процедить. Не повторяете это в домашних условиях, дорогие друзья? Не получится, мне кажется. В домашних условиях не получится. Технология зефира достаточно сложная. Мы изготавливаем зефир по ГОСТ. Это подразумевает, что у нас содержание пюре не менее 11%. То есть наш продукт не только вкусный, он еще и очень полезный. А мы можем пройти дальше? И мне просто интересно все остальные приборы, препараты, за что они отвечают. Пойдемте, покажете. Юля, вы, наверное, обратили внимание, что у нас зефир изготавливается на поточной механизированной линии закрытого типа. Что позволяет нам обеспечить безопасность и высокое качество нашего продукта. Включает в себя линия три модуля. Первый модуль – это подготовка полуфабрикатов для беспрерывного вываривания сиропа на втором модуле. Основным сырьем является цитрусовый пектин, яблочное пюре. В емкости, оснащенной водяной рубашкой и мешалкой, идет равномерное перемешивание. С помощью крана отбора образцов мы имеем возможность отобрать смесь и проверить ее на наличие комков пектина или на их отсутствие. Далее подготовленная смесь через систему фильтров проходит у нас в предварительный варочный котел, где мы добавляем оставшееся количество рецептурного сахара песка. И происходит уваривание. И пошел следующий процесс? Нет, еще в процессе пошел. Нам сначала необходимо проконтролировать степень растворения кристаллов сахара, чтобы каждый кристаллик сахара в нашем сиропе растворился. И только после этого мы отправляем его в арку. Каждый кристаллик сахара. А вот здесь мы видим полную схему, как... Да, полная схема управления. Да, мы все контролируем с помощью сенсорного табла. Мы не видим визуально, мы не можем... Мы исключаем человеческий фактор, но мы все процессы контролируем. Это очень интересно. Я как обычный обыватель и потребитель не думаю, что масштабы настолько мелики. Мы переходим к следующей... Да, мы идем на следующий модуль. Хорошо. Это интересно. Очень интересно. И у вас такие запахи здесь вкусные. Прямо хочется побыстрее, уже готовый результат. Но сначала мы узнаем все-таки, как это делать. Что же происходит с нашим сиропом дальше? Значит, сироп поступает в расходную емкость. Потом у нас уваривается через велье в варочную колонку под давление пара. До определенного собязания сухих веществ. Смена технологов контролирует этот показатель каждые полчаса. А также мы видим качество сваренного сиропа в колбе. Сироп должен быть прозрачный. А его попробовать нельзя? Можно. Серьезно? Он, правда, очень горячий. Есть край надбора образцов. Он предусмотрен на всех регулях. И мы можем с вами отобрать и попробовать сироп. Ага. Но он очень горячий. Очень горячий. Мы с вами обожуемся. Мы очень с вами попробуем готовый зефир. Согласна. Пойдемте далее. Ну, если я правильно понимаю, здесь идет самый главный процесс зарождения глазированного зефира. Ну, а потом уже мы видим результат. Я просто с нетерпением жду результата. Что же у нас здесь, если там у нас был сироп получается, а здесь? Да. А здесь мы получаем уже готовую зефирную массу. О, она же у нас состоит не из одного сиропа. Да. Еще необходимый белок, патоку и молочную кислоту. Ну, я вижу, здесь подписаны, как их правильно назвать, я их назову бочки. В расходной емкости. Ага. Хорошо. В расходной емкости, козирование белка, кислоты. Все с помощью насоса автоматизировано. Подается в самую главную систему аэрирования, где происходит интенсивное перемешивание. И уже из разных составных частей получается воздушная зефирная масса. И все, и это тот самый момент перехода на, собственно, отсадку заготовок зефирных. Да. Это уже интересно, пойдемте дальше посмотрим. Пойдемте. И вот мы уже видим почти готовое изделие. Хочется добавить, что на этот процесс можно смотреть бесконечно. Лен, правильно я понимаю, что здесь все рассчитано и запрограммировано аппаратом, вплоть до граммов и так далее, и так далее, да? Да, наши операторы сведят за этим, чтобы все по граммам было. Смотрите, отсадка у нас происходит на транспортерную движущуюся ленту. Путем выдавливания из двухрядных пильер. Зефирные заготовки поступают в охлаждающую машину. А, значит, они здесь пока еще с полужару, так сказать, горячие. И это все получается линия холодильника или как? Нет, она разделена по зонам. Зефир очень сложный продукт. И сначала нужно зефирную массу охладить, потом ее нужно структурировать, потом подсушить, а потом ее акклиматизировать. Боже мой, кто бы мог подумать? Я бы никогда не подумала, что все так прямо красиво и кропотливо и долго. Затем мы что получаем? Вот проходит через эту линию, и дальше мы переходим к фазе шоколадной. Да, у нас получаются готовые зефирные заготовки, которые поступают на грузировочную машину. И на грузировку можно даже в руках подержать. Можно в руках подержать. То есть он уже охлажденный. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. То есть вот через вот эту всю линию, как я правильно поняла обычным обывательским языком, зефир проходит все структурирование и охлаждение, да? Да. И вот здесь вот он уже зафиксировался, получается. И дальше? Пойдемте, заготовки. Ух ты! А здесь что происходит? То же самое. Огончательное структурирование. А, то есть за все? Да, зефир немного закрепился, а здесь окончательное закрепление. Глядя на этот процесс, как топится тот самый шоколад, в котором будет наш зефир, волей-неволей лично я задумывалась о шоколадном обертывании. Давайте посмотрим на следующий процесс, как наш зефир окажется в шоколаде. Вот, наверное, здесь и получается тот самый, как мне кажется, интересный процесс, да? Процесс завершения. Ведь в самом начале, как назывались первый модуль, второй модуль, да? Нет, это не модуль. Я уже запомнила. В самом начале мы наблюдаем все интересное замешивание из-за рождения. А потом вот эта вот длинная, на мой взгляд, ваша лента, через которую проходят все самые важные процедуры. Наш будущий зефир в шоколаде или глазированный зефир. И вот здесь что происходит? От того самого, он тоже модуль называется, где шоколад топился? Это называется темперирующая машина. Ага, вот из этой машины, где топился шоколад, он уже попадает, получается, сюда, и здесь окончательная фаза. Да, он попадает от трубопровода сюда, но прежде чем он попадет на глазировку, Юля, мы проверим качество зефира. Так. Зефир должен хорошо отставать от ленты, должен быть не липким, и на изломе должна быть равномерная структура, без пузырьков воздуха. Только такой зефир пойдет на глазировку. А его уже есть можно? Можно. Все время я хочу иметь, не знаю, а потом кушать его уже можно. Смотрите, Юля. Зефирные заготовки покрываются с помощью шторки глазури, а лишняя глазурь надувается с помощью вентилятора, образуя красивый рельефный рисунок. И все, и дальше они опять же проходят те же самые фазы, которые без шоколада. Сушка, так скажем, глажка. Нет, у нас уже зефир с вами готовый, только теплая глазурь. Ага. Ее нужно остудить, охладить. Это охлаждающий конвейер, где глазурь приобретет свою хрупкость и блеск. То есть он проходит определенное количество времени, заданное программой через охлаждение. И потом уже все можно упаковывать. Да, можно упаковывать, да. Отправлять потребителей. А сколько, как правильно задать вопрос, я даже не знаю, сколько в день производится зефира глазированного? Или не в день, или как? Час. Час? Час. 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 И вот, наконец-то, наконец-то долгожданный момент. Для меня долгожданный. Я никогда бы не подумала, что столь долгий и интересный процесс изготовления, правильно я слово употребила? Изготовление глазированного зефира. Вот он уже готовый получается, да? Лен, правильно я понимаю, есть же еще и с начинкой мармеладной. Да. А те же самые процедуры проходят? Или есть еще и какой-то отдельный момент, как туда попадает внутрь мармелад? Только есть внесение отдельной начинки, и все. И мы ее сами приготовим и вносим на нашей отсадочной машине. И это уже другая история. Это уже как проверить? Вы же проверяете? Да. Качественная глазурь, хорошо охлажденная в охлаждающем туннеле, издает характерный звук при разламывании. Хруст. Да, я поняла. Видите, тонкий слой глазури и равномерно пористая структура. Такой зефир уже можно попробовать. Уже можно попробовать? Я долго ждала этого момента, дорогие друзья. Пробую. И правда хрустит. Впервые в жизни я попробовала только что, только что свежеприготовленный зефир, глазированный зефир. Очень вкусно. Лена, спасибо большое. Юля, сегодня вы увидели, как это делается. Но прежде чем попасть к потребителю, необходимо проверить зефир на его качество. Для этого у нас есть аккредитованная производство технологической лаборатории. Даже так? Там у нас инженер-химик проверит наш зефир на соответствии всем требованиям ГОСТ по органалитическим показателям и физико-химическим. Ну, я даже не проходя никакой лаборатории, попробовав этот замечательный глазированный зефир, могу сказать, что качеством всем он точно отвечает 100%. Очень приятно, Юля. На нашем предприятии внедрена система безопасности, основанная на принципах ХАСК. И мы стараемся поддерживать ее. Спасибо, Лена, большое. Это было очень интересно. Самое главное, я узнала, как это делается. Как делается глазированный зефир. С вами была Юлия Чернявская. Увидимся скоро на Первом областном. Конфеты-ассорти, желейный мармелад, постельные и вафельные изделия. Основа работы составляет бережное отношение к кондитерским традициям и вкусовым предпочтениям потребителей. Орловская кондитерская фабрика. Это натуральные ингредиенты, традиционные рецептуры и строгий контроль качества.